Павел знал, что школа уже пуста, но не мог не прийти сразу же, только-только вернувшись из Ульяновска. Понимает, кубок из яшмы и шелковистый диплом – награда не только его, но и всей школы. Паша – это вообще чудо просто. Я не говорю, что это чудо-ребенок, это чудо-человек. Я не говорю сейчас о его интеллектуальных способностях, но еще это человек, обладающий великолепными душевными качествами. Кроме того, это уникальная творческая личность. Всеми способностями Павел и покорил членов жюри. Теперь он не только лучший ученик Саранска. Не совсем, возможно, победу свою осознал, но очень рад, счастлив, все здорово. За все то время, что я был в Ульяновской области, ни минуты скуки не было. В Ульяновске Павел прошел как интеллектуальные, так и творческие конкурсы. Пришлось примерить на себя образы политиков и чиновников российского уровня. Так он выступал от лица министра сельского хозяйства России и главы Республики Мордовия. Эта победа встала в уже длинный ряд за призовыми местами в Олимпиадах разного уровня. По физике и биологии, по химии и русскому языку. А еще он создал свой язык международный, чтобы представители разных национальностей могли без проблем общаться друг с другом. Его одноклассники уже говорят на лангве. Будет время, он запустит искусственный язык в интернет. Время – самый большой дефицит для Павла. Он изучает английский, китайский, латинский языки. Самостоятельно осваивает игру на фортепиано. Великолепно владеет гитарными струнами и голосом. Он первый в ПФО из 17 представителей всех регионов округа. А ведь это только начало. Павлу всего 16. Будет 31 марта. Маргарита Шаинова, Александр Банжан.